Добрый вечер, 21.04 в Москве. В Москве кто-то в Париже, кто-то в Краснокаменске, или сейчас в Сеге, ЖМ Отмут в Москве. Приветствуем вас из студии Финам.ФМ. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И я хотел бы, так сказать, связать два события прошедшей недели в одну программу, рассказать, о чем сегодня пойдет речь. Первое событие — это на доме номер 26 по Кутузовскому проспекту, где жили многие партийные лидеры, рядом с которым не в нем, нет, не подумайте, чего такого, рядом с которым по соседству мне довелось вырасти и ходить в школу, будет восстановлена доска Леонида Ильича Брежнева, память Леонида Ильича Брежнева, который там долгое время жил. Кто знает, эта часть — это сторона Кутузовского проспекта, вся такая номенклатурная, в этом же доме жил Эндропов. И вот доска Брежнева была тихо снята в 90-е годы, и сейчас по запросу, по предложению депутата Александра Хинштейна она будет восстановлена. То есть мы наблюдаем некий Брежневский ренессанс. И другая новость. На прошлой же неделе в средствах массовой информации было опубликовано письмо ряда видных экспертов, в их числе Борис Кагарлицкий и Модест Колеров, о том, чтобы лишить Михаила Сергеевича Горбачева ордена Андрея Первозванного. Напомню, что этот орден был вручен президентом Медведевым на 80-летие. 80-летие Горбачева было в 2011 году, а орден был вручен в 2012 году, буквально за несколько дней до окончания президентского срока Медведева. То есть вот такой вот был символический жест уходящего президента, и сейчас вот это все эксперты предлагают отменить. И вот мне кажется, что между этими двумя событиями есть некая внутренняя связь. То есть с одной стороны идет, так сказать, ренессанс такой советской эпохи в лице Брежнева, с другой стороны идет достаточно неприкрытая Травля Михаила Сергеевича Горбачева. И вот об этом я хотел бы поговорить. Спор о советских лидерах. Да, кстати, и не забудем, что только что вышли итоги опроса Левада-центра, по которым самым популярным советским лидером, самым вообще популярным российским лидером 20 века был Леонид Ильич Брежнев. Так что вот о том, как мы воспринимаем наших прошлых лидеров, почему сейчас развернулась компания травли Горбачева, поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это политолог-эксперт Горбачев фонда Виктор Кувалдин. Добрый вечер. Добрый вечер. Но только мой договор с фондом кончился полтора года назад, поэтому сейчас я заведую кафедрой Московской школе экономики МГУ. Понятно. Но все же, я думаю, что, так сказать, ваша работа с Михаилом Сергеевичем была долгой. Об этом мы, наверное, тоже скажем. Вы были его спичрайтером в 89-м, 91-м году, да, вы, по-моему, работали? Я работал в группе консультантов международного отдела ЦК. В частности, одной из наших задач была действительно подготовка выступлений генерального секретаря, ну и потом президента СССР. Ну да, так что видели все ключевые моменты истории изнутри. И второй наш гость — это Василий Жарков, заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социально-экономических наук, в народе известная как Шаненко. Добрый вечер. Добрый вечер, Василий. Ну, скажите мне для начала, почему сейчас такой вот происходит, мы воспользуемся словом, наезд на Горбачева? Это, может быть, в том числе и наезд на Медведева? То есть, что это как в русле вот этой всей, так сказать, сворачивания всех таких либеральных телодвижений, которые были предприняты в Медведевское президентство. Вот сейчас хотят, так сказать, отнять орден, который Медведев вручил. Василий. Безусловно, такая составляющая в этом, по крайней мере, предполагается и, по крайней мере, наблюдается, потому что очевидно, что... И это лишь один из примеров, потому что, например, те же примерно левые политики, которые подписали это письмо, они достаточно активно критикуют реформу образования, например, который проводится правительством Медведева и проводится министром Ливановым, и также некоторые другие начинания. Включая даже, например, разговор о переводе стрелок часов. Поэтому, действительно, это рядом политологов и рядом наблюдателей было отмечено сразу. Но, вы знаете, я бы, кстати, не сказал, что это травля и что это, так сказать, какая-то очень большая пока компания. По счастью, это не так. Скорее речь идет о некоторой попытке таким образом пощупать общественное мнение. Насколько будет реакция? Мне кажется, что вот это читается здесь достаточно хорошо, потому что, конечно, то, что мы наблюдали последний год в отношении общественно-политической жизни в стране, а то, что мы наблюдали в связи с принятием таких законов, как закон об иностранных агентах и закон запретен американцам усыновлять детей и прочего-прочего-прочего вещи, в том числе и некоторое медийное сопровождение, потому что постоянно ведь происходят некие компании. Только за последний, наверное, месяц мы видим, что в одной большой газете предложили делать из либералов абажуры, и это не вызвало никаких административных последствий для автора этого предложения. и так далее, и так далее. Лично для меня это событие находится в этом ряду, конечно же. Более того, оно в какой-то степени подводит черту под этой чередой действий, потому что, собственно говоря, все эти действия направлены на то, на те изменения, которые произошли за последние 25 лет, и которые были начаты перестройкой. Ну да, вот мне кажется, здесь что идет такой очень широкомасштабный демонтаж всего наследия Ельцинского и Горбачевского. И вот в рамках этого демонтажа, так сказать, тоже возникает такая контроверза вокруг фигуры Горбачева. Виктор Борисович. Ну, прежде всего, я не вижу, так сказать, возможности объединить это в рамках одного наследия, я имею в виду Ельцинского и Горбачевского. Ну да, я понимаю. По-моему, это две совершенно разные фигуры. Более того, демонтаж того, что начал в нашей стране Горбачев, как раз начал именно Ельцин. Именно в его время. Просто это сейчас у нас стирается из памяти. Вот. Ну, могу напомнить вам самый простой факт. Горбачев был отстранен от власти в результате ползучего переворота людей, которые объединились именно вокруг Бориса Николаевича, что нашло свое завершение в Беловежской пуще. Теперь по поводу того, связано ли это со вторым президентом России, Медведевым. Честно говоря, мне это не приходило в голову. Вот. Все-таки они разные фигуры. По-моему, Медведев никогда себя особенно не подавал, как наследника Горбачева, наследника Перестройки. Что касается самой этой акции, ну, они периодически возникают. Конечно, их можно рассматривать как какое-то весеннее обострение, но ведь сама-то фигура Михаила Сергеевича, она притягивает себе вот такие громы и молнии. Может быть, здесь есть некий соблазн постараться бросить ком грязи в человека, который когда-то обладал. Очень большой властью в нашей стране, а сейчас такой же рядовой пенсионер, как другие. Но, честно говоря, я бы не стал протягивать такую жесткую связку между судьбой первого и последнего президента СССР и второго президента России. Ну, вы знаете, я все-таки объясню, почему я вот Горбачевское и Ельцинское наследие объединил в одной фразе. Я понимаю прекрасно, что все, так сказать, политически это полярные люди. Ельцин — это человек, который скинул Горбачева, который, так сказать, дальше уже на костях этого режима построил свой собственный. Но сейчас, через 25, через 20 лет, глядя назад, понимаешь, что вот тот период конца 80-х, начала 90-х можно назвать, объединить каким-то общим термином. Я не знаю, некое раскрепощение, освобождение гражданского общества, когда общество имело свой голос в отношениях с государством. Демократизация, пускай разная, но, так сказать, Горбачевская, Ельцинская. Так что я вот в этом смысле, вот вся та, так скажем, демократическая волна, которая поднялась тогда и, в общем, затухала, затухала следующие 20 лет. И вот сейчас, мне кажется, с ностальгией по развалу СССР, потом с всем этим дискурсом о лихих 90-х и так далее, как бы закрывается вот этот вот большой 25-летний цикл российской истории, который начался с перестройки Горбачева. Ну, я не думаю, что он закрывается, понимаете, ведь как раз то, что сделал какой-то исторический деятель, это становится очевидным не в тот момент, когда он находится у власти или не в тот момент, когда он уходит, а в момент именно как раз отката. И именно потому, что остается необратимым. Ну, если вспомнить, там, там, большая часть моей жизни все-таки прошла в Советском Союзе. Вы правы, мы действительно, многие демократические завоевания, перестройки, они оказались или выхолощены, или ликвидированы. Но, как мне представляется, одна вещь мне представляется бесспорной. Мы живем в несравненно более свободной стране. Да, самый простой пример, ну, разве можно было бы вообразить вот такую станцию, как ваша, в Советском Союзе, в любой период его существования, кроме перестройки? Ну, да, и вот, мне кажется, это та вещь, которая очень легко забывается и воспринимается как некая данность. То есть, вот, мы живем в мире каких-то таких штампов и клише, и вот одно из этих клише, что Горбачев развалил Союз, и люди не понимают, что они живут в той, собственно, атмосфере, в той ситуации, в той среде, которая была создана перестройкой. Василий. Вот, я во многом согласен, и я, кстати говоря, недавно в моей понедельничной статье в «Новой газете» я пишу об этом, что демократия некоторое время оставалась как возможность. И эту возможность, безусловно, открыла перестройка. И то, что на эту возможность были даны те ответы, которые были даны в 90-е, не самый лучший путь, безусловно, хотя это была какая-то попытка все-таки развивать, или, по крайней мере, декларировать развитие этих демократических начал. Сегодня мы видим ситуацию, когда все возможно, к сожалению. И то, что казалось, а для меня это важно, потому что, собственно, вся моя какая-то осмысленная жизнь, она связана с периодом, начиная с 1985 года. Мне было 11 лет, когда Горбачев пришел к власти, и, собственно, тогда я приучил себя читать в том числе книги о политике. И, так сказать, я сегодня чувствую себя, это, может быть, эмоциональный момент, но о нем стоит говорить, потому что это касается, наверное, очень многих. Мы привыкли в течение этого времени воспринимать многие вещи так, как будто бы это воздух. Так, как будто бы мы дышим воздухом, и когда у нас есть воздух, мы будем им дышать и не замечать, что его нет. Но тогда и мы не можем себе представить ситуацию, что воздуха не будет. Ну да, свобода высказывания, свобода путешествия, свобода обращения иностранной валюты и прочие вещи. Свобода предпринимательства, которое начинается при Горбачеве. Ну да, здесь в этом смысле я согласен. Здесь, по-моему, каждый день вот эта вот красная линия, она отодвигается и отодвигается. И то, что, скажем, даже сегодняшние новости все обсуждают, и пока еще не ясно, но возможная отставка Гуриева, Сергея Гуриева, и возможная даже его эмиграция, уже состоявшаяся отставка замминистра образования Федюкина. Вместо того, чтобы выгнать поганой метлой всех людей со списанными диссертациями, гонит замминистра образования, который их разоблачал. Вот. И вот эти вот ежедневные, ежедневные вбросы вот такие вот в этом ряду, мне кажется, что действительно закрывается вот какой-то очень большой цикл нашей истории. И нам снова нужно оглядеться и понять, а что же это был за цикл, и какую роль в нем играл Горбачев. Ну, наверное, я не так пессимистично смотрю на вещи, может быть, потому что больше прожил в Советском Союзе, и даже в какой-то степени застал Сталинскую эпоху. Я думаю, я вот, наверное, с вами в каком плане не соглашусь, я абсолютно не думаю, что сегодня в нашей стране все возможно. Есть ощущение иллюзорное, что все возможно. Оно опасно. Но, возможно, далеко не все. Страна ведь очень изменилась. Вот вспомните, вам-то, наверное, трудно представить, советский человек, я не отношусь к нему отрицательно, это был человек Собеса. Он рождался, и жизнь его от пеленок до горбовой доски, она была контролировалась и обеспечивалась, и гарантировалась государству. А сейчас же у нас, у нас же ведь произошла очень важная вещь за эти 25 лет, выросло целый большой сегмент общества, которое представляет собой людей самостоятельных, которые научились жить без государства, и максимум, что они от него требуют, это, ну, обеспечение безопасности, что входит в условия государства, и не мешать. Вот. Поэтому у меня-то ощущение, что, ну, во-первых, ничего необратимого, ничего не бывает в истории. Необратимого, да. Да, необратимого. Мы не возвращаемся в советское прошлое. Мы действительно вышли в новый виток российской истории, и мы не сумели, конечно, прорваться к свободе и демократии, принципиальной возможности, которую открывал перед нами именно Перестоль. Ну, вот о том, как начинался этот виток российской истории, какую роль в нем играл Горбачев, и, собственно, об отношении общественного мнения к Горбачеву, к фигуре Горбачева, почему до сих пор она вызывает такие, чем дальше, тем больше вызывает такие противоречивые оценки, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о нашем отношении к лидерам, к советским лидерам, к лидерам XX века. Откуда берется ностальгия по-прежнему? Откуда берется нелюбовь к Горбачеву? Наши гости Виктор Кувалдин, политолог, профессор МГУ, и Василий Жарков, заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Телефон наш студийный 651099,6. Звоните нам и скажите, ваше отношение к фигуре Горбачева. Кто он? Кризисный менеджер, который сумел как-то провести, вывести страну в этот тяжелый период уже готовившегося распада? Или просто человек, ответственный за развал Советского Союза, могильщик СССР? 651099,6. А я наших гостей вот что хочу спросить. А вообще вот так посмотреть, вот сейчас мы так сравниваем Брежнева и Горбачева, а кто в большей степени виновен в распаде Советского Союза? Брежнев или Горбачев? Потому что идет такая идеализация Брежнева, вот как будто вот после него ничего не было, а после него начался распад. Василий. Вы знаете, я добавил бы сюда еще третью фигуру. Потому что мне не хватает этих двух. И более того, ответ на этот вопрос, конечно, радиослушателям сразу покажется политически мотивированным. Тем более, что, конечно, есть еще Сталин. И, конечно, есть еще очень важные мины, которые заложила политика сталинизма. Национальная политика и внешняя политика. Потому что, с моей точки зрения, может быть, это покажется спорным. Но я позволю себе такую маленькую провокацию. Я считаю, что Советский Союз вообще закончился в 1939 году. И закончился он с того предательства, которое совершил Сталин, заключив пакт Молотова-Риббентропа. И, фактически, пойдя на сделку по разделу Восточной Европы, взорвав Восточную Европу. Изменив траектории политические тех стран, которые там находились, прежде всего Польша и Литвы. Я недавно спросил Теодора Шайна, почему его семья не уехала из Литвы. Ведь они были достаточно образованными людьми. И почему, зная во всем об этом, они оставались там. Дело в том, что политический класс Литвы был уверен, что Советский Союз никогда на это не пойдет. И Литва сохранит статус нейтралитета. Как Швейцария, например, но в Восточной Европе. И Сталин, более того, он совершил предательство по отношению к собственной идеологии. Потому что, все-таки, при всем при том, как бы мы критически не относились сегодня к коммунизму, но мы должны учитывать, что так называемые ленинские принципы внешней политики были очень созвучны тому, что выдвигал в свое время Вудро Уильсон, что было присуще, остается присуще концепции, то, что называют в России идеализмом, а также это можно назвать политическим либерализмом в теории международных отношений. Ну да, и предательство Коминтерна можно вспомнить в этой связи. Финскую войну, изгнание из лиги наций и так далее. И вот, собственно, тогда, с моей точки зрения, начался обратный расчет. И начался, да, обратный расчет и распад СССР к самой финальной точке, которого и оказался Михаил Сергеевич Горбачев. 65, 10, 99, 6. Ваша оценка роли Горбачева. Кризисный менеджер или могильщик Советского Союза? Кирилл. Да, добрый день. Добрый день. Я удивляюсь, что у нас в последнее время сильно ругают Сталина. У нас вообще, кажется, любая проигрыш нашей страны, в том числе и в хоккее, во всем товарищу Сталин. По поводу товарища Горбачева, резко отрицательные отношения, резко отрицательные. Это могильщик великой страны. Низкий поклон Леониду Ильичу Брежневу Советский Союз достиг. А за что? Вот за что низкий поклон Брежневу, расскажите? В чем роль Брежнева? В том, что цена на нефть была высокой. Смотрите, Советский Союз в времена Брежнева у власти стояли ветераны Великой Отечественной войны. Они знали, что такое война. Они ее прошли вдоль и поперек. Брежнев сам воевал. Советский Союз в одиночку, не привлекая никого, перевооружился, кормил этих дармоедов Восточный Блок, которые просто были паразитами. Как только Советский Союз развалился, они сразу повернулись к американцам. А это хорошо, что мы кормили Восточный Блок, а сами голодали при этом? С одной стороны, это было хорошо, потому что это был некий бухер, который в случае войны помог бы нам в течение двух-трех месяцев провести мобилизацию. Вы просто, наверное, не знаю, современное поколение не знает, но Советский Союз невозможно было победить военной мощью. Они это поняли после 1945 года. Советский Союз невозможно было победить именно в войне. Ну, Советский Союз, понимаете, он рухнул внутри под грузом своих собственных проблем, потому что он победил своего крестьянина и свое сельское хозяйство. Но крестьянин сельское хозяйство не надо использовать. Сельское хозяйство, извините меня, и в Америке тоже не очень хорошо развивается, и везде во всем мире это институционно. Что значит не очень хорошо? Подождите, вот вы так апеллируете к опыту Советского Союза, зайдите в продуктовый магазин образца 1984 года, и посмотрите на полки продуктовые. Ну, слушайте, я прекрасно помню это время, я жил в Советском Союзе, я помню полки продуктовых магазинов с 1984 года, даже не с 1984 года. Скажем так, при Горбачев это был апофеоз уже той элиты, которая уже началась поворачиваться к Западу. Горбачев это был некий вирус, который просто воткнули страну, и он начал медленно разваливать. Вы не забывайте, что... Понятно, Кирилл, спасибо, да, уже, так сказать, долго мы с вами общаемся, достаточно. Ну вот, мне кажется, такой типичный набор штампов относительно Горбачева, относительно причин распада Советского Союза, вот как бы люди не хотят слышать то, что здесь Василий говорит, что проблемы были настолько глубокие и структурные, что сейчас их валить на Горбачева, это просто несправедливо. Вы знаете, меня вообще удивляет, до чего плохо у нас люди знают историю, в том числе и недавнюю историю. Я хочу напомнить просто очевидные факты. Горбачев стоял за Союз до конца. Горбачев подготовил новый проект, один проект, потом второй проект Союзного договора. Не Горбачев был в Беловежской пуще. Когда были объявлены результаты Беловежского сговора, никто в Союзе не поднял голову защиту своей страны, никто не выступил против этого. Ни внутренние войска, ни спецслужбы, ни шестимиллионная армия, ни многомиллионная коммунистическая партия Советского Союза. По существу против этого боролся всю осень. Боролся Горбачев и небольшая группа людей вокруг него. В этот момент в стране шел ползучий переворот. У него фактически отбирали одним за другими полномочия. Таким образом, он сам еще оказывался пленником в Кремле. Мне кажется, что здесь есть еще и элемент, вот этот элемент. Нам очень удобно не думать о своей собственной ответственности за свою страну. Хорошо, вот такой вот вопрос, Виктор Борисович. А если бы не те вещи, о которых вы сейчас рассказываете? Ползучий переворот, Беловежский сговор, как вы здесь называете. Союз можно было бы сохранить? Да, я думаю, его нельзя было сохранить. В том старом формате? Нет, его нельзя было сохранить в старом формате, его нельзя было сохранить в старом виде. Это была очень трудная операция, с не очень большими шансами на успех. Но я думаю, что можно было создать на здесь какое-то новое государственное образование. Они уж точно в него могли войти четыре ключевые республики. Именно РСФСР, Белоруссия, Украина и Казахстан. Возможно, к ним присоединился еще кто-то. Я думаю, что при любых условиях, при тех реформах, которые начал Горбачев, при Балтике или, как они сейчас себя называют, страны Балтии, уходили. Возможно, ушли бы кто-то из среднеазиатских и закавказских республик. Но основное тело страны можно было сохранить и сохранить на другой основе. А вы представляете ситуацию, при которой Горбачев мог бы остаться у власти? Сейчас был бы какой же там? 32-й съезд КПСС. Да, представляю. Вот это я представляю довольно легко. Другое дело, что вы правы, чтобы мы действительно так доели. Мы ведь довооружались действительно до смерти. Потом, иногда смеюсь, что нас, как только Советского Союза не стало, от нас убежала Восточная Европа. Она убежала раньше. Она убежала в 89-м году, как только появилась возможность выйти из нашего Союза. Она начала бежать еще и в 56-м, и в 68-м, и в 81-м с солидарностью, в 80-м. Вы абсолютно правы. То, что социализм вступил в глубокий кризис, это было ясно еще задолго, задолго. И с этим, вместе с ним, Советский Союз, это было ясно до 91-го года. Проблема заключалась в отчим, действительно. Но здесь она сама по себе фундаментальная, но серьезного разговора на эту тему в нашей стране почти нет. Россия, Россия сама по себе, всегда была очень хрупким образованием. Мы всегда считали, что вот мы, что, что, а мы так сильны. А Советский Союз, он внутри-то был очень хрупок, даже исторически. А когда настало еще время испытаний, он не выдержал тех перегрузок, связанных с переходом к новым формам существования, к более свободным, к более независимым. И, конечно, проще всего за это возложить вину на Горбачева. Вы знаете, вот я хочу такую метафору, мне сейчас пришло в голову, не знаю, согласитесь со мной или нет. Вот и всем, кто нам звонит, сейчас я приму еще несколько звонков. Советский Союз вообще это был Титаник. Это был гигантский, железный, тяжелый, плохо управляемый, дымящий Титаник, который плыл вот в конец индустриального общества, как Титаник на льды. И вот, понимаете, при Горбачеве играла музыка на всех палубах, все очень хорошо танцевали, вроде как неплохо питались. Извините, не при Горбачеве, при Брежневе. И люди вспоминают и говорят, боже, как прекрасно было на Титанике, пока, так сказать, мы не доплыли до льдов. А Горбачев оказался на Титанике буквально за, не знаю, за несколько минут до того, как уже Титаник выскочил на льды. Когда уже, понимаете, структурные особенности этого корабля и все процедуры на нем, применяющиеся, они не были готовы к встрече со льдами. И вот мне кажется, нужно думать об этом. Вы согласны с такой метафорой Советского Союза, как Титаника, который в каком-то смысле был обречен? Ну, я не думаю, что он был обречен, вообще не верю, что в истории бывают безвыходные ситуации. Но я с вами соглашусь, в каком плане? Горбачев получил, конечно, очень тяжелое наследство. И он не хотел, вот просто, так сказать, жить за счет этого наследства. Он хотел изменить, а это, конечно, было трудно. Это было, и сейчас понятно, что это было намного труднее, чем это представлялось в 85-м году. Тогда ведь казалось, что, ну вот, есть такая жестокая, репрессивная, уже устаревшая система. Дай людям свободу и заживем. Богатейшая страна, умный народ, и единственное, что ему нужно, так это вот снять эти оковы. А выяснилось, что и у нас, так сказать, и страна хрупкая, и в нас очень много проблем. Ведь почему люди так вспоминают Брежневскую эпоху? Брежневскую эпоху действительно можно было жить неплохо, не напрягаясь, не вылезаясь. Но в кредит никто не понимал, что это была жизнь взаймы. Что мы брали взаймы нефтяные деньги и возможности развития инвестиций в инфраструктуру взаймы у будущих поколений. И сейчас мы это расхлебываем. Совершенно верно. Сергей, а вообще в чем спор, простите? Дело в том, что, во-первых, когда мы говорим о Брежневе, какого Брежнева мы имеем в виду? Я думаю, что мы совершенно очевидно понимаем, что когда Леонид Ильич только пришел к власти, Леонид Ильич до 68-го года, Леонид Ильич после 68-го года и поздний Брежнев, это совершенно разные вещи. Смотрите, вот Горбачев, приходит он к власти. Например, он выдвигает ряд инициатив в отношении Запада по возобновлению диалога. Но он возобновляет тот диалог, который происходил при Брежневе в первой половине 70-х годов, и который назывался «Разрядка», и который был потерян потом в поздние Брежневские гроды, когда, так сказать, геронтократия совершила ряд ошибок, главный из которых был войск в Афганистан. И Горбачев, собственно, возвращается в известной степени. Уж я тогда, так сказать, попробую, понимаете, это некоторый ленивый мозг, конечно. Меня хорошо кормили в это время, поэтому было хорошо, да? Хотя, на самом деле, кормили-то не очень хорошо. Как страна жила, так сказать, при Брежневе, нужно тоже помнить. Ну да, мы к этому еще вернемся чуть позже. А с другой стороны, смотрите, Косыгинская реформа, попытка введения материальных стимулов на производстве, в экономике, все это было свернуто где-то в начале 70-х годов. Горбачев к этому возвращается, когда он говорит об ускорении, когда он говорит о введении различных форм стимулирования и так далее, что потом приводит к целому ряду экономических мер. То есть, по большому счету, нам нравится поздний Брежнев, господа, но мы, может быть, скоро это получим. Мы, кстати, это получили в ряде бывших республик Советского Союза, где правят сейчас геронтократические авторитарные режимы, особенно в Центральной Азии. Ну, понимаете, как... Мы идем, да, мы идем к эпохе нового застоя. Об этом, обещая, мы еще к этой теме вернемся, еще поговорим о Брежневе, о новом застое. Пока давайте продолжим принимать наши звонки. Ваше отношение к роли Горбачева, кризисный менеджер или могильщик Советского Союза? Илья. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Как тяжело ждать в эфире. Практически все мысли, которые я хотел высказать, были высказаны вашими гостями. Мне очень приятно, что в моем мнении там, мнением специалистов. Просто хотелось бы немножко еще напомнить, что история не имеет слагательного наклонения. Соответственно, гадать, что было бы, если бы, я думаю, может быть, не очень корректно. А что касается мнений, я как раз родился в середине 70-х годов, то есть я застал уже в сознательном возрасте. Да. Брежневскую эпоху и Горбачевскую. И могу сказать одно, что удалять доски, свергать памятники, наверное, это неправильно. Это по основе генеи, наверное, так делают они цивилизованные страны. А политики, что Брежнев, ну, конечно, все-таки, не часть системы, и изначально те позитивные шаги, которые он пытался сделать, они просто потом погрязли, жили, ну, пошли на нет. Понятно. А Горбачев, он ни в коем случае не могил в Советском Союзе, я полностью согласен, что будь не Горбачев, там, Иванов, Петров или Сидоров, все было бы то же самое. Понятно. Общий смысл. То есть Горбачев сделал то, что должен был сделать любой здравомышленный человек. Ясно. Горбачев были не закостеневшие, и он сделал то, что сделал бы любой здравомышленный человек. Он зарезал этот нарыв, ну, а дальше что случилось? Что, что случилось? Спасибо. Спасибо, Илья. 65, 10, 99, 6. Роль Горбачева. Кризисный менеджер или могильщик СССР? Олег. Добрый вечер. Вы знаете, я вот слушаю, мне кажется, вы забыли упомянуть имя господина Ельцина, который и развалил, в общем-то, я бы сказал, великую Россию. Нет, вот как раз Виктор Борисович и говорил о нем, довольно много его контраберзий. Он правильно говорил. Горбачев, он, ну, попал, так сказать, как бы под раздачу. По нынешним временам, да, говорит, попал под раздачу. Так попал Горбачев. На самом деле, вот я 60-го года рождения, ну, как вам сказать, такого разрыва, как при коммунистах, как сейчас, что сейчас творится в стране, это просто изобретение. Такая ложь идет с экрана, с телевизора, из радио. Господа заявляют, что у нас зарплата 68 тысяч, господин Собяев заявил. По телевизору говорят, что направили 2 миллиарда, а я буквально вчера был в поликлинике, выписывали мне лекарства, ну, у меня определенные болезни уже, так, с возрастом, и бедная медсестра сидит. Как же они могут так говорить? Мне 7 тысяч, и у нас врачи увольняются, и медсестра увольняются. Мне 8 тысяч. Олег, вам это напоминает Брежневскую эпоху, вот программа «Время»? Ни в коем случае, ни в коем случае при Брежневе такого не было. Понимаете? Я не знаю, вот говорят, что ООН развалил там внешнюю политику. На населении, которое жило при нем, это никогда не отражалось, в принципе. Мы не зависели от нефтедолларов. Это не наша была проблема, понимаете? Я знал, что я стабильно получаю свою зарплату, что где-то я подрабатываю. Нет, подождите, мы зависели от нефтедолларов. На нефтедолларах хлебушек, зерно покупалось в ураженном в Канаде, в Австралии. Простой человек об этом тогда не думал. Весь социальный контракт стоял на нефтедолларах. Ну, я говорю, что простой человек об этом, он не думал. Он знал, что хлеб будет столько стоить, сахар будет столько стоить. Вы знаете, у меня смешное было в свое время, когда пошел этот разговор в СССР. Я говорю, мам, ну как это может сахар подорожать? А он говорит, не знаю, сынок. Ну, все подорожало. Независимо от того, как это было. Я никогда не думал, ну, я бы родился в СССР. Понятно. Ну, как же стабильность такая. И вдруг все взлетело. Понятно. И сахар, и хлеб, и мука. И ничего стало есть, понимаете? Ясно, ясно. Олег, в общем, такое, да. Живые воспоминания. Человек несколько эпох прожил. Ну что ж, напомню, телефон наш прямого эфира 651099,6. Михаил Сергеевич Горбачев, кризисный менеджер или могильщик Советского Союза. Мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в эфире. Сегодня у нас в гостях политолог Виктор Кувалдин и политолог же, заведующий кафедрой Московской высшей школы социально-экономических наук Василий Жарков. Говорим мы о Горбачеве, о феномене Горбачева, о том, как мы его воспринимаем через 25 уже с лишним лет, после начала перестройки, через 22 года после распада Советского Союза. Кто такой Горбачев? Кризисный менеджер или могильщик СССР? Давайте устроим СМС-голосование. Номер 5533. Пришлите нам СМС на номер 5533 с буквой «А», если вы считаете, что Горбачев был кризисный менеджер, который делал все, что, собственно, любой в его ситуации делал бы, чтобы затормотить и предотвратить распад Советского Союза. Или букву «Б», если вы считаете, что Горбачев – это могильщик СССР, человек, ответственный за распад Союза. 5533. А. Кризисный менеджер. Б. Могильщик. 651099,6. Телефон студии прямого эфира. Так, сейчас примем звонок. Одну секунду. Вячеслав на линии. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, слушатели и ведущие. Смотрите, мое мнение касаемо Михаила Сергеевича Горбачева следующее. Ну, конкретно, да, разобраться в том, кем он был все-таки неэффективным менеджером, эффективным менеджером или предателем, я думаю, можно, если этим займутся соответствующие органы. Но я считаю, что нужно не забывать о том, что как мы подходим к строительству государства. То есть государство у нас для людей или люди для государства. И Горбачев, несмотря на, скажем так, хорошие, возможно, задумки, если предполагать, что он делал это из лучших побуждений, допустил достаточно большое количество ошибок, которые повлекли за собой крах крупной страны. И все вот эти достижения, которые мы сегодня обсуждаем, свобода и прочие блага, которыми мы сейчас обладаем, нам дались достаточно большой кровью, потому что люди в государстве СССР... Ну, подождите, вот скажите, вот какой большой кровью? Вот я смотрю на исторические аналогии, я смотрю на Югославию. Вот я знаю, что Югославия, их независимость дала большой кровью, далась большой кровью. Какой России вот большой кровью дались нам наши достижения? Давайте рассуждать так, да, открыто там, да, какой-то гражданской, может быть, войны не было, как Югославия. Но при этом... Так это же главное, гражданской войны не было, ядерное оружие осталось в руках. А вы считаете, год управления Бориса Николаевича Ельцина, две чеченские войны развязаны, это не является гражданской войной, и не является большой проблемой, то есть большой ценой, за которую мы заплатили. Не говоря о том, что огромное количество людей в нашей стране были неподготовлены к резким изменениям, и, как всегда, в таком случае на поверхность пена всплывает это самые, скажем так, ну, не лучшие слои общества. Не, ну это понятно, но это, вы знаете, это уже по разряду жалоб как-то проходит. А может, чеченская война, она, конечно, не была гражданской войной, это был этнический конфликт в постимперской ситуации, а то, что люди не готовы, люди никогда не готовы к никаким переменам, люди не готовы, никто их не учит, сами учатся. Вячеслав, ну я понял вашу точку зрения, спасибо, у нас просто много звонков. У меня только вопрос, а при чем здесь Горбачев? Да, чеченская война и Горбачев. В 1994 году, а Михаил Сергеевич покинул свой пост в 1991. Да, да. Еще возьмем пару звонков, Геннадий на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Мое мнение такое, то, что Горбачев, безусловно, не предатель, а кризисный менеджер, но, скажем так, плохой кризисный менеджер. То есть мы вспоминаем сейчас его реформы, связанные там с гласностью, с внедрением кооперации. А почему бы не вспомнить борьбу с нетруговыми доходами, антиалкогольную кампанию, и даже пойти чуть до Горбачева, а андроповские рейды по кинотеатрам. Может быть, дело не в том, что, скажем так, он хотел каких-то извинений, а в том, что это, ну, я думаю, что у каждого когда-нибудь, когда бы в жизни был пример, когда на предприятие приходит новое руководство, которое находится в состоянии, как это сказать, вдали от реальности, и начинает думать, что предприятие плохо работает не потому, что какие-то организационные проблемы или еще что-то, а потому что люди слишком часто кофе пьют. Вот, собственно, вот так вот я считаю это основная ошибка. То есть, да, он знал, что есть проблемы, но он пошел их решать таким путем, чтобы все развалить. И даже дело не в дальнейших его реформах. Я считаю, первые шаги, то есть борьба с нетруговыми доходами, антиалкогольная кампания, это, собственно, то, что и так как было. Понятно. Но вы знаете, вот что я хочу здесь заметить, что интересно, что Горбачев реагировал на проблемы, да, это человек, при котором была возможна обратная связь с обществом. Это очень интересно на фоне всего дальнейшего, что происходило с нашей страной, особенно нынешней политической ситуации. То есть, понимаете, власть как-то пыталась что-то изменить и что-то реагировала в обществе. Я не вижу этого в нынешнем нашем режиме. Я хочу спросить здесь Виктора Кувалдина, а насколько вообще вот в те годы, когда вы были советником, спичрайтером Горбачева, был, возможно, рассматривался силовой вариант решения проблем? Ну, это, грубо говоря, российские, советские тяньаньмынь. То есть, реформы, но по такому жесткому китайскому пути с сохранением политического контроля и, так сказать, взять в кулак националистические движения. Вы знаете, ведь команда президента — это большой, так сказать, коллектив. Моя сфера ответственности была внешняя политика и, в первую очередь, советско-американские отношения. Поэтому, что касается вот этой части перестроечной истории, я здесь не слишком сведущ. Но что я могу сказать? Я уверен, что, безусловно, этот вариант рассматривался. Безусловно, он готовился. Более того, есть службы в государстве, функция которых заключается именно в этом. И, конечно, в этом смысле то, что там происходило в Тбилиси, в Вильнюсе. В Вильнюсе. Да. При всей неоднозначности этих событий. Потому что даже сейчас, как вы знаете, есть люди, у них достаточно смелости в Литве, когда они говорят, что то, что произошло в Вильнюсе 13 января 1991 года, это была провокация, которая сыграла на руку националистов. Точно так же, как вы, наверное, знаете, что в Тбилиси эти тела никогда не были выданы и никогда было не ясно, то ли они побегли от саперных лопаток, то ли их просто раздавила толпа. Так вот. И то, что вылилось потом в события 19-21 августа. Вот тут было открытое выступление. Открытое выступление, за которым, в первую очередь, стояли силовики. Стояла спецслужба, стояла армия, стояла милиция. Ну, интересно, да, сам факт, что мне интересно, что Горбачёв сам лично не пошёл на силовые варианты, а и в результате силовой вариант был предпринят против него, но и тот провалился. А вот это, спасибо вам за это замечание, да, Горбачёв органически не приемлет такие вещи. Это в этом его определённая слабость как политика, в этом его величие как человека. Горбачёва было и есть глубокое чувство, что он унаследовал страну с очень тяжёлой, с очень кровавой историей, где жизнь человека никогда ничего не стоила, где у нас даже в прекрасном фильме мы поём, нас много, за ценой мы не постоим. Я могу привести один простой пример. Да, у нас великая победа, да, мы гордимся, да, это, пожалуй, единственное, что у нас осталось. Но мы-то за неё заплатили как минимум 27 миллионов жизней. Американцы, которые одновременно вели войну с тремя агрессивными державами, не только с Японией, но и с Германией, и с Италией, расплатились 500 тысяч. Когда пригласили, когда Эйзенхауэр, когда стоял вопрос о том, кто возьмёт Берлин, Эйзенхауэр пригласил генерала Паттона, командующего танковыми войсками. Он сказал, мы можем войти в Первый Берлин. Он сказал, без проблем. Сколько это будет стоить? 100 тысяч. 100 тысяч жизней. Забудьте об этом, сказал Эйзенхауэр. Для Жукова таких, возможно, таких соображений нет. Конечно, на Зиёловских высотах мы положили 150 тысяч. Мы брали Восточную Пруссию, мы положили ещё 150 тысяч при шторме Калининграда, хотя это была отрезанная группировка. Вот это Горбачёв органически не принимал. И более того, я с вами совершенно согласен, это был человек настроенный и заряженный не только на то, чтобы слушать общество, а на активный диалог. Он всё время пытался говорить. Даже тогда, когда общество уже не хотело его слушать в конце 91-го года, и когда мы прямым ходом, правильно упреклили это сравнение с Титаником, шли к трагедии. Я могу сейчас об этом говорить, потому что я ещё написан в начале сентября 91-го года, сразу после этих событий я написал, чёрным по белому, это было на публику на московских новостях, что произошла национальная катастрофа. И мы за это заплатим. Я тогда не знал, что ещё цена будет вот такой запредельной. Но тогда вот это мне было очевидно. И потом, понимаете, вот здесь правильно сказать, ведь всё это намного сложнее в каком плане. Здесь справедливо, говорит мой коллега, Есть два Брежнева. Я очень неплохо относился, и сейчас отношусь к Леониду Ильичу. Но надо ведь помнить правду, что последние несколько лет Леонида Ильича после тяжелейшего инфаркта соратники просто держали, держали как вывеску, которая позволяла сохранять единственное политбюро. И он страдал от этого, я знаю, от его личных охранников. Он им говорил это. Потому что это та же самая девятка, которая охраняла Брежнева. Он хотел уйти, насколько я понимаю, как это вот в сериале Брежнев было. Совершенно верно. Я просто знаю от людей, которые охраняли лично его. И потом они охраняли Горбачёва. Да, он хотел уйти. Вот здесь упомянули совершенно верно, что Горбачёв это антиалкогольную компанию. Но извините, Горбачёв в 85-86 году проводил не свою программу перестройки. Он унаследовал Андроповскую программу. А началась перестройка с январского пленума 87-го года. И длилась она до середины 89-го года. После которой у Горбачёва всё больше оказывались связанные руки. То есть мысль моя очень простая. Вы знаете, мы очень любим широкие, хлёсткие и, так сказать, однозначные суждения. Мы очень не хотим знать свою собственную историю. Я, к сожалению, согласен с нашим великим поэтом Пушкиным. Мы ленивы и нелюбопытные. Ну вот, не будьте ленивы и нелюбопытны, высказывайтесь. Номер 5533. Пришлите нам СМС на этот номер с буквой А, если вы считаете, что Горбачёв был кризисный менеджер, и Б, если вы считаете, что он могильщик СССР, человек, разваливший Союз. 5533. А. Кризисный менеджер. Б. Могильщик СССР. 651099,6. Телефон студии прямого эфира. Ваша оценка роли Михаила Сергеевича Горбачёва. Александр. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я тоже родился в середине 70-х в Советском Союзе. Хотел бы все-таки в защиту Горбачёва сказать несколько своих мыслей. То, что я считаю, что распад империи начался гораздо раньше, в начале 20-го века. Я думаю, что ни Горбачёв, ни даже ни Ельцин, в общем, не сыграли здесь какой-то значительной роли. В плане распада именно. И я думаю, что он и продолжается сейчас в данный момент. Ну да, то есть такая большая тенденция вообще распада Великих Империй, и то, что началась ещё революция 1917-го года. В общем-то, да, есть такая точка зрения, что и гражданская война до сих пор не закончена, которая началась после 1917-го года. Спасибо, Александр. Очень интересное мнение. Роман. Добрый вечер, Роман, Москва. Ну, естественно, Брежневская система была в глубочайшем кризисе, потому что, если бы не было кризиса Брежневской системы, приход Ставропольского секретаря, а как его называли, курортного секретаря Михаила Сергеевича Горбачёва, к власти был бы просто невозможен. Вот. Значит, человек, который занимался просто обслуживанием всевозможных пансионатов, и вдруг ему сваливается в руки власть над одной из самых величайших империйни. Ну, там не только пансионат, там всё-таки сельское хозяйство большое было. Сельское хозяйство, да, сельское хозяйство тоже было большое. Фуражное зерно, как вы сказали, фуражное, кстати, для корма с катар, закупали в Канаде. В Канаде, да. Это ладно, да. Вот. Теперь, что касается гражданской войны. Вы не скалукавите насчёт того, что гражданской войны на территории России не было. Это как подходить к этому вопросу? Ну, 93-й год был. Для меня Россия, это Узбекистан, Армения, Грузия, вот, и прочее. Вот, Паджикистан, там была такая резня, мама не горюет. Вот. И сколько, кстати говоря, потеряли, это ещё неизвестно. Кстати, как-то очень тактично не считают. Да? Просто не считают. Вот. И что касается того, что империя начала распадаться сразу после прихода большевиков к власти. Ребят, ну, давайте мы чуть-чуть мозги-то всё-таки своим как-то встрепенём, да? Распадалось, распадалось, а потом на протяжении 50-60 лет контролировала половину Западной Европы. Ребят, ну, как-то, ну, умнейте, в конце концов. Ну, сколько можно так? Нет, ну, вопрос, Роман, вопрос не только в том, в территориальном контроле, вопрос о внутренней устойчивости, устойчивости в адаптивности этой империи, в том, насколько устойчив титульный и главный этнос империи и так далее. Только вы понимаете... А вы считаете, что, допустим, при Осипе Слёновне в Сталине Российская империя была неустойчива? Закладывались структурные проблемы, которые её развалили. Она была гораздо менее устойчива, чем Британская империя в период своего расцвета, в период своего господства. Британская империя хрюкнула уже давным-давно. Но при этом она, так сказать, понимаете, она создала богатство для Британии, которое Британию вытолкнуло в 21 век, и она живёт в одной из богатейших стран мира. А Сталин заложил основы бедности, и Сталинская империя заложила основы нашей бедности и всех наших нынешних проблем. Потому что Британия драла весь мир. Они грабили весь мир. Да, а кто это Сталину запрещал, если это была империя? Что же за империя? Потому что он был русский руководитель, для уроки всегда на первом месте справедливость. Сталин, русский руководитель, справедливый. Ну, интересно. Поздравляю вас с открытием. Сталин, русский руководитель. Интересно, что поэтому скажут наши кавказские братья. И Иван на линии. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Стараюсь быстро, тезисно. Значит, Горбачев для меня это исторический герой с положительным контекстом. Кстати, скажу только то, что его мотивы были положительные. Он действительно принял страну в тяжелом состоянии. И он понимал, что ее нужно реформировать. И не побоялся пойти на эти реформы. Вот за это я его уважаю. Значит, Ельцин понимал, на что он идет и что он делает. И вот за это Ельцина я не уважаю. Дальше. В 85-м мне было 13. Хорошо помню, когда начались эти переговоры по поводу разрядки разрушения. Я вздохнул покойно. Потому что вот эта истерия по поводу ядерной войны, она была распространена в школах. Очень серьезно было. Ну, конечно, да. И я это хорошо помню, когда я спокойно вздохнул. Уже не бояться ядерного взрыва. Дальше. Вот я против этого тезиса по поводу того, что в истории нет сослагательного наклонения. Если в истории нет сослагательного наклонения, тогда нечего вообще рассуждать. Человеку нечего размышлять и думать. Нет, это часть, вы правы. Это часть рефлексии. Мы этим именно сейчас и занимаемся, чтобы не делать в будущем этих ошибок, которые мы уже сделали. Я против этого тезиса. Понятно, Иван. Спасибо. Абсолютно согласен. Горбачев действительно избавил, в том числе, меня от страха гибели в ядерной войне. Я очень хорошо помню. Мы жили тогда, и сейчас, собственно, я живу там же, это метро, проспект Вернадского, там есть такой подземный город. И к нам приходил человек в погонах домой и говорил, куда надо бежать, если будут бомбить. Это абсолютно такие детские воспоминания. Это все кончилось после Рикьявика и после прочих, так сказать, встреч. Ну и вообще, понимаете, мы так легко забываем те вещи, которые, так сказать, сейчас Брежнев кажется, знаете, как смотрим фильм Ирония судьбы. Как интересно жили тогда. Понимаете, а вспомнить корейский Боинг и, собственно, понимаете, и вот войск в Афганистан, и те все позиции, и те все эпизоды, в которых просто стыдно было наименоваться советским человеком, потому что мы несли ответственность за все те ужасы, которые мы творили в мире. И то, что Горбачев начал все эти Афгии в Иконюшне разгребать, то, что он все это начал, я думаю, за это ему большое человеческое спасибо. Смотрите, голосование наше я остановил. И даже неожиданный довольно результат, но это результат, конечно, в рамках аудитории Финама, да, а не в среднем по больнице, именуемой Россией. 63% говорят, что Горбачев был кризисный менеджер, и 37% говорят, что он был могильщик СССР. Вот такая вот интересная статистика. То есть, больше людей склонны оправдать Горбачева в его действиях. А я что думаю? Вы знаете, думая о Брежневе и Горбачеве, я представляю Обломова и Штольца. Брежнев — это такой типичный русский Обломов, мне кажется, человек, которому была дана нефтяная халява, и вот он такой, как бы ничего не делая, и, так сказать, продолжал править. А Горбачев — это он такой, Штольц, человек, который делает выбор, человек, который выбрал что-то изменить. Да, может быть, у него не получилось, но он за этот выбор отвечает. И за это ему большое человеческое спасибо. У нас в гостях были Виктор Кувалдин, Василий Жарков, я ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.